Дизель-шоу 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 которые забрали у меня права, я не могу ездить на своей маршрутке. Извините, сколько стоит покататься на гондоле? За кого голосовал? А это тут при чем? Вед чего напрямую залежит цена. Ну, скажем так, за того, за кого все в Виннице. Зря. Вот, если проголосовал за другого, цена была в два раза дешевше. Почему? Бо то была поездка в один кинец. Я серьезно, сколько стоит покататься? Восемь гривень. Всего? Тогда нам, пожалуйста, два билетика для меня и моей девушки. Ага. Ну, давай, тягни сюда свою девушку. Будем разом с ней чекати на инших. Извините, на каких инших? Пока полна не наберется, я никуда не поеду. Гондола отправляется, уже едем. Гондола! У вас тут всего два места. Ну и что, у меня в Богдане всего двадцать было, а в час пик шестьдесят восемь человек. Я, наверное, не так выразился. Я хотел романтическую поездку на двоих. Слушай, ну, якщо ты такий Ромео, давай четыреста гривень на бочку, и я снимаюсь с маршрута хоть сейчас. Ну, так бы сразу и сказали. О! О, так ты из олігархических кланов. Так. Куди кататься поедемо? Тільки по Вінниці? Чи можемо кудись в Житомир махнуть, чи в Білу Церкву? Подождите, насколько я помню, в этих городах нет речек. Ну и что, дорог там теж немає, але ж автобуси ходят? Нет, только по Вінниці, пожалуйста. Тільки по Вінниці, добре. Тільки я предупреждаю, що до шостого мені треба бути на березі. А що, по ночам страшно плавать? Та чого, у мене ж фонарик в Нокії. То у мене день це гондола, а вночі це ганделик. А, теперь понятно, чого вона такого цвета. Не, не, то вона жёлта, тому що я її скліпав зі своєї маршрутки. Вы сделали гондолу із Богдана? А що, таке в воді не тоне. Ну, тут как бы да. Хорошо, я тогда пойду за своєю девушкою. Да. Сейчас прийдем. Давай, Герасим, тащи свою муму. Так. Сейчас буде сюрприз. Сбудеться твоя мечта. Помнишь, ты всегда мечтала покататься на гондоле? Боже мой, неужели мы летим в Венецию? Почти. Ми в Веніцій. А, ну, все равно хорошо. Ой, как красиво. Гондола, гондольер. Э, гражданка, следите за выражениями. Он не любит, когда его так называют. Это водитель гондолы. Здравствуйте, водитель гондолы. Зваживайся, пожалуйста. Давай, аккуратненько. А тут у нас второй сюрприз. Боже мой, просека и клубника. Да, все как ты любишь. А то клубника наша, закарпатчка, че польска, а ну? Фу, не, а то польска. Она ж на пистициждена. На писти что? То польска мова. Наши там в Польще пистициждят. И до нас везут. И не можно, если... Тем более с вашим просеком. Ваш просекая за две секи. Яночка, не слушай, вы это хорошая клубника наша. Да. Давай выпьем. Давай. Давай. Отдать швартове! Вы кому кричали это сейчас? Никому. Это традиция на флоте. Давай. Подождите, вы что, пьете на работе? А шо таке? Я ж президенты не сбираюсь. Пока. О, кстати, якщо хочете 100 гривень бутылочка. Нет, спасибо, у нас есть просека. А, ну якщо захочете секать, я бутылочки вот тут поставлю. Если что, мы потерпим. Да. Женька, слушай, ну все-таки тут красиво. А сфоткай меня, пожалуйста. Конечно, сфоткаю. Конечно, я тебе сейчас сфоткаю. Давай. Сделай, как я люблю уток. Да, да, да. О, 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 уберите губы уточкой. Уберите. Почему? Уберите, потому что у нас уже сезон охоты на птиц открыт. Чтоб, не дай бог, с берега никто не переплутал. Ой, что за чушь вы несете? Давай. Ложись! Грибли быстрее! Ты, да вы! Я сказал сразу! Ё-моё! О, ну все. Все, все. Тут не дистанут уже они. А, давай, наверное, без фото. Да, давай. Я сразу указал. Яночка, я не просто так пригласил тебя покататься на гондоле. Да. У меня для тебя есть очень серьезное предложение. Да. А мы не спешим? Что? По швидкости як? Нормально? А, прекрасно плывем. Да, Женечка, да. Яночка, солнышко. Ты каждый день, каждый час, каждую минуточку, каждую секунду делаешь меня счастливым. А сейчас? Что сейчас? Не спешим? Потому что я, честно говоря, уже замахался. Если вы устали, гребите, как вам удобно. Пожалуйста, только не перебивайте меня. Дайте с мыслями собраться. Да, конечно, я же все понимаю. Да, Женечка. Яночка. Просто дышка уже такая, курить надо бросать. Кум бросил, прочитал какую-то книжку и бросил. Как же она называется? Аланкар? Не, Маринина, точно, Маринина. Простите, не перебивайте, пожалуйста. Конечно, конечно. Да, о чем я говорил? О том, что делает тебя счастливым. А, точно, точно, да. А что это? Я. А, да, ты, точно, ты. Яночка, мне кажется, что сейчас идеальное место для того... Для того, чтобы посмотреть Винницкие фонтаны. Ось, дивите, какие они красивые. Сейчас они будут спевать. Ну, как подивились Винницкие фонтаны? Больше, знаете, послушали. А, давайте больше без экскурсий. Як скажете. Спасибо. И так легче. Женечка, а ты что-то хотел сказать, Зайка? Яночка, я хотел, что я хотел. Я, знаешь, я, как вижу тебя, так... Я понимаю, что я очень сильно хочу. Якщо сильно хочется, можу туда в камыш пристать. Вы пока свое шпиль и вилли сделайте, а я на березе качечку погоняю. Ну, никакого шпиль и вилли не намечается. Пожалуйста, просто тихонечко гребите. Да, Женечка. Яна. Да. Понимаешь, сейчас, мне кажется, идеальный момент для того, чтобы... Сказать... О! Это по бизнесу. Алло. Может, клубничка? Давай клубничка. Алло. 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 Алло, не слышно? Алло, Коля, ты? Коля, Коля. Коля, алло. Да ты ты. Что-то ты не звонил давно. Да не говно, а давно. Да не ты говно, а связь говно. Я говно. Да ты сам говно. Причем давно. Что ты мне вообще звонишь? Что ты деньги мои тратишь? Что, в Херсон? На ковуны? Да, конечно. Погнали. Прямо сейчас. Не занят. Все. Встречаемся беля балки. О, нет, нет. Стоять. У меня клиенты. Ой, сидят тут у меня на ушах. Разговаривать мешают. Все, давай. Усерпни, подзвоню тебе. Давай. Вы закончили? Да. Спасибо. Я бачу, у вас тут неловко пауза такая в романтике образовалась. Можу историю пока рассказать. О, это так само. Риг тому. Плывемо. Я вот так закиную улечку. И сразу клюем. Я тягну, чувствую, ну, наверное, кило на 15. Самяра такие. Вытягиваю, а не дохлый бобёк. Ай, я вас прошу, давайте без ваших историй. Так нет, там концовка интересная. Да просто тихонечко половите рыбку. Не мешайте нам, пожалуйста. Как скажешь. Женечка, продолжай. Яночка. Да. Яночка, я долго думал. Я понял, что я хочу, чтобы ты... Тихо. Я хочу, чтобы ты стала... Тише, тише. Да что тише, тише. Я от счастья хочу кричать. Янка, я хочу, чтобы ты стала моей. Да ты мне придурок рыбу распугал, ну. Да нам пофиг на вашу рыбу. Пожалуйста, замолчите. Не перебивайте его. Женя, продолжай. Яночка, у меня для тебя сюрприз. Давай. Закрой глаза. Ой, закрыла. Закрой, закрой. Не подглядывай. Иваныч! Иваныч, что там, клюет? Что там, на макуху ты... На кукурузу? А у меня тут предложение делают. Уже кольцо достал. Как же он мне достал? Да закройте вы рот! Да закрой рот, Иваныч! Да я к вам очень обращаюсь. Тебе же обращаются. Гондольер! Водитель гондолы! Я как раз-таки гондольер! Почему вы нас постоянно перебиваете? Я уже 4 года жду, пока Женя сделает мне предложение. Да мне 32 года, я замуж хочу! Мои подружки уже все поженились, развелись и поженились. А я еще ни разу в ЗАГСе не была. Я в конце концов детей хочу. А-а-а! Не в моих, конечно, правилах влазить в чужие отношения. Но я тебе так скажу, лучше 3 раза подумать. Вы заткнитесь, ты, Гарри! Согласна? Я согласна! Ой, все хорошо. Тррррр, стоять! Куда сразу целоваться? А запечатлеть исторический момент? А ну давайте. О, подождите, я видео сейчас включу. О, а давай вот так вот повернись, повернись, повернись. Руки вот так расставь, расставь руки. А ты из Аталии возьми, а? А что это у нас тут за лужа уже, а? Насекали уже? Вот кто насекал. Да это не вы. Что вы за чушь несете? У вас лодка течет. Черт! Мы с лицей все-таки попали. Давай, давай вычерпуй воду. Потому что первая брачная дичь у вас сроками будет. Алло, Поля! А мы коним, Поля! Поговорим о наших доблестных органах. Полицейские ворвались в бордель, чтобы возбудить уголовное дело, но возбудились сами и передумали. Реальный факт. В конце прошлого года состоялось судебное заседание над владельцами так называемого стриптиз-клуба, где агент спецслужб, действующий под прикрытием, два вечера подряд получал незаконные сексуальные услуги. Оказывается, это была настоящая спецоперация. Какая? Смотрите сами. Так, господа, прости господи полицейские. Я прочитал ваши рапорты о работе под прикрытием, и у меня просто нет слов. А, отлично, тогда мы домой. Сидеть! Начнем разбор полетов. Начнем с вас, лейтенант. Какое у вас было задание? Я должен был внедриться в стриптиз-клуб и принести доказательство, что они оказывают незаконные сексуальные услуги. Внедрились? Два раза. Да, я видел, в вашем рапорте это написано. Да, оно написано. Да, но об этом же еще написали все газеты. Сотрудник спецслужб в стриптиз-клубе рассчитывался деньгами из госбюджета. Один раз из госбюджета. Второй раз я отдал жил у жены. А с вами что, была жена? Нет, она меня на карту перекинула. Я это прочитал. Но зачем она указала причину платежа мужу на секс? Ну, рассказывайте, как проходила ваша операция? Я зашел в бар. Да, дальше. Ну, и подошел к бармену. И? Ну, и спросил у него такой, кто почем. Вот так вот. Ага, а он? Он сказал. А вы? Я говорю, ни хрена себе, мы столько в полиции не зарабатываем. Хорошо. Дальше что было? Дальше я начал вести наблюдение. За кем? За стриптизерши. Наблюдал, наблюдал. Наблюдал, наблюдал. Наблюдал, наблюдал. И? И? Заказал, приват. Ну, пока все согласно разработанному плану. Но как случилось так, что вас раскрыли? Не полностью. Только до пояса. Я не об этом. Как узнали, что вы из полиции? Я не знаю. Я удостоверение надежно спрятал. Она нашла его позже. Гораздо позже. Слушайте, ну почему вы... Вообще это всех, кстати, касается. Почему вы каждый раз удостоверение в одно и то же место прячете? У нас страна в этом месте находится. Вы туда еще и удостоверение свое дышите. Так, надо давно уже это место менять. Вот каждый второй уже знает этот тайничок. Так, с вами мы позже поговорим. Продолжайте, лейтенант. Что было дальше? Дальше она сказала показать ей деньги. И? Я показал. А она? Мне она показала. Что она показала? Инструмент преступления. Даже два. Ну, и вы, наверное, надели на нее наручники, да? Да, я надел. И арестовали? Нет, я еще и надел на глаза такую черную штучку. Зачем? Это было ее условие. Хорошо, что было дальше? Дальше я начал внедрение. Какое внедрение? Ну, не глубокое. Ну, ритмичное. Послушайте, вы должны были просто ее допросить. С кляпом во рту? Я уже вообще ничего не понимаю. Откуда у нее оказался кляп во рту? Да, кляп у меня был. Короче, ну, там такое заведение не совсем обычное. Ну, мне его порекомендовал начальник таможни. А, кстати, у таможенников это, между прочим, очень модный сейчас клуб. Так. Теперь, что касается вас. Что? У вас было задание внедриться в базу проституток. Ну, так я внедрилась. Чего не так? То, что вы внедрились, я вижу. Но у меня вопрос. Почему вместо рапорта вы написали заявление об увольнении? Как вы понимаете, ну, просто я за один день под прикрытием заработала намного больше, чем за год в полиции. И коллектив такой классный. Такие девчонки. И плеча подставят, и груди прикроют вот такими. Так, чтобы вы знали, ваше заявление я не подпишу. Все. Хорошо, тогда я буду работать на полставки. Подождите, как вы себе это представляете? Полставки полицейской, полставки проституткой? Да. Вы знаете, что, когда там узнают, что вот там вот со мной сделают? А давайте я вместо вас пойду, а? Ну, мне же не привыкать, так сказать, уже. Им, по-моему, там тоже. Так. Теперь, что касается вас. Я получил ваш рапорт, вот, но объясните мне, пожалуйста, как я это должен читать? Так пусть енот сам это читает. Какой енот? Ну, который диктовал мне эту шифровку. Это шифровка? Ну, да, ну, чтобы расшифровать, надо принять. Так, смотрите, сейчас мы ничего принимать не будем. Расскажите мне, пожалуйста, какое у вас было задание. Вот. Ну, я, короче, полицейский под прикрытием, типа, наркоман. Должен был купить этих, наркотиков. И? Купили? Да, купил два грамма марихуаны. И? Ну, дальше, что, по инструкции я должен убедиться, что это марихуана. Убедились? Я абсолютно убился. Убедился. Так, хорошо. Ну, и дальше вы должны, наверное, были узнать, кто, значит, эти наркотики продает. Правильно? Да нет, два часа сидел, тупил потом все. Как легче стало, так я подумал, зачем его арестовывать, его, этого торгаша? Марихуана-то закончилась уже. Ну, я пошел и еще купил кокс. Что вы купили? Ну, кокс. Какой кокс? Вот такой кокс. Хорошо, что было дальше? Ну, что, по инструкции я должен был убедиться, что это наркотики. Подождите, вы что, нюхали кокаин? Исключительно, чтобы не раскрыть себя и операцию. Хорошо. Ну, наверняка вы тогда узнали, кто именно крышует незаконную торговлю наркотиками, правильно? Правильно. Я могу назвать его фамилию, должность и номер кабинета. Вот там по коридору слева дверь. Подождите, это что, кто-то из МВД? Это что, Оборотень получается, да? Не-не, не Оборотень. Там другая фамилия на П. А что вы так удивляетесь, как будто вы не знаете, кто это? Я не знаю. Именно для этого было создано наше подразделение, чтобы мы раскрывали коррупцию в высших эшелонах власти. Ну, вот по проституции я узнала. Ну, как бы, судя по финансовым потокам, их главный акционер – это наше управление. У вас тоже? По наркоте тоже. Получается, МВД – это холдинг? Послушайте, не говорите ерунду. Так, лейтенант, вернемся к вам. Вы-то узнали, кто крышует незаконный стриптиз-клуб, а? Для этого я и пошел внедряться второй раз. Ну, уже с коллегой. А, я так понимаю, с ней, да? Не, со мной. Подождите, но у вас же было другое задание. Одно другому не мешает. И после первого обычно тянет на второе. Ну, ладно, допустим, вы туда пришли, и что дальше? Ну, сразу пошли в комнату для привата. Вдвоем? Ну, да. Не, не в смысле мы, в смысле, вдвоем, а в смысле пошли вдвоем накрывать их групповуху. Группировку. Ну, да. Ну, хорошо, вы зашли, и что дальше? Ну, увидели там товарища полковника. Подождите, как товарищ полковник? Он что, нас опередил? Что он вообще там делал? Внедрялся. Подождите, куда внедрялся? В банду. Вернее, в одну из ее представительниц. А точнее, в меня. Ага. А, значит, тогда получается, что вы как бы теперь знаете, кто именно конкретно крышует эти все нелегальные бизнесы, правильно? Не знаю. Почему? Я была спиной. Послушайте, ну, вы посмотрите на себя, а. Ну, вы же не полицейские, вы прям позор какой-то. А где, кстати, четвертый ваш агент, который работал под прикрытием в конвертационном центре по отмыванию денег в офшоры? Где он? Он сказал, чтобы вы ему больше не звонили. У него все нормально. Он уже месяц на Кипре. Значит так. Смотрите, я все понял. Сейчас мы проведем служебное расследование. И я вас уверяю, полетят головы. Понятно вам? Вот я вам устрою просто это все. Здравия желаю. Здравия желаю. Что за шум, а драки нет, что спецназ вызывать? Капитан, докладывайте, как идет расследование. Товарищ полковник, а что докладывать? Это не отдел, это прям позор полиции. Это вот в центре, да, он наркотики употребляет, да. А вот эти вот, что по бокам сексом занимаются, чтобы вы понимали. Вот так. Друг с другом? Пока нет. Товарищ полковник, я считаю, нужно сделать так. Нужно взять вот весь, провести, значит, служебное расследование, да, а потом вот каждого из них взять и вот, вот, и... Наградить. Наградить и объявить личную благодарность в первую очередь вам, лейтенант. Такого тройничка под прикрытием у меня давно не было. Раз, раз, раз. Вам отдельное спасибо за хорошее настроение. И за бодрость духа. Ништяк, бро. А вас? Вас я не помню. А так? Капитан Кукушкина. Я же сержант. А теперь капитан. Разрешите вас поздравить с новым званием. Ах, ну что ж. Неплохо поработали орлы. Неплохо. И орлихи. Товарищ полковник. Да как же наградить? А как же реформа? Как же изменения к лучшему? Мы же специально, чтобы уничтожить всю коррупцию, мы же специально начали работать под прикрытием. Ну, товарищ полковник. Капитан, а ты так и не понял? Не мы это начинали, и не вам это все заканчивать. Продолжайте нести службу, а ты уволен. Вы знаете, сейчас практически в каждом фильме присутствуют постельные сцены. Не все актеры, конечно, соглашаются принимать в них участие, поэтому в этих сценах чаще всего снимаются дублеры. Итак, представьте, когда весь фильм уже снят, и осталась только одна пикантная эротическая сцена. Смотрим. Спасибо, осветители. Прекрасно выставили свет. Итак, съемочная группа, напоминаю, осталась последняя сцена, эротическая. Где наш дублер? Дублера на площадку, пожалуйста. Дублера. Здравствуйте, здравствуйте, я дублер. Вы дублер? Да, я дублер, причем только эротических сцен. А где актриса? Она сейчас придет, она в гримерочке переодевается. Отлично. Скажите, пожалуйста, мне по секрету, почему главный актер отказался от постельной сцены? Актриса страшненькая. Ничего, ничего, мне не привыкать. У меня случай был в карьере. Актер отказался сниматься в постельной сцене с обезьяной. Ну, по религиозным соображениям. И вызвали меня. Вы бы видели, как я сыграл. Обезьяну. Нет, актер не отказался. У него просто перелом ноги. А, понял. Отломал ногу, да. Бог с ним, бог с ним. Смотрите, я сценарий не читал. Съемки, роли, понимаете? Скажите, у меня много слов. У вас вообще нет слов. У вас там одни звуки. А, О и ММММ. ММММ. Классика, обожаю. А, Оу. МММ, МММ. Поберегите силы. Скажите, у нас фулл контакт или обозначаем? Обозначаем. У нас только крупные планы. Рука на груди, несколько поцелуев, пару движений под одеялом. И все, вы свободны. Жаль, жаль. Вы так не раскроете мой потенциал. Да. А, я же учился, кстати, по системе Станиславича. Кого? Станиславич, друг Немировича Ганчика. И чему ж вас там учили? Меня там учили полному погружению в актрису. Вы, наверное, хотели сказать в роль. А, да. Хотел сказать в роль, а хочется погрузиться в актрису. Понимаю. Тогда пригласим актрису на площадку. Давайте, давайте. Актрису, пожалуйста, на площадочку пригласите. Вау. Ничего себе. Да. Здравствуйте, Белла. Давайте пройдемся сразу по тексту. Да, Беллочка, давайте порепетируем. Это Белла. Это, как вас? Вальдемар. Дублер. Итак, значит, Беллочка, говорите вашу фразу. Возьми меня прямо сейчас. Я вся горю. Конечно, я возьму тебя, моя киса. Мур-мур-мур, мур-мур-мур. Так, крышь. В смысле, стоп. Что? Откуда текст? Ну, я импровизирую. Нет, нет, нет. Никаких импровизаций. Мы работаем строго по сценарию. Ну, ладно, хорошо. Итак, вы готовы, Беллочка? Да. Вижу, готовы. Вы готовы? Готов, готов. Так, приготовились. Камера, мотор. Я тебя еще сейчас задублирую. Прекрасный настрой. Начали. Белла. А! Ты долго. Так, я не понял. Стоп, почему посторонне на площадке? Ой, это мой жених, Вася. Он просто посмотрит съемки. И он мешать не будет. Что ты стартуешь? Я просто тут посижу, понял? Просто подивлюсь. Конечно. Жених. 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 Так, стоп. А вы это куда? Я... Я пас. Я пас. Я пас. Я пас. Стоп. Стоп, стоп. Что значит пас? А? Что не так? Он не так. А что с ним не так? Она же сказала, он просто посидит, мешать не будет. Ведь, Белочка, вы раньше снимались в практических сценах, правильно? Я? Конечно снималась. Но это было до знакомства с Васей. Белла, ты ж убитела. Вася, ну это совершенно другое кино. Тут со словами. Кстати, со словами у меня это в первый раз. Видите, у нее это в первый раз. Да, у меня это может быть последний. Так, послушайте, у нас сегодня последний съемочный день. Завтра в павильоне будет снимать совсем другой сериал. Осталась одна сцена. Мы должны ее снять сегодня. Ну вы должны, вы снимаете. Так, стоп, что значит вы должны? Вы же наш дублер, правильно? Ну вы специально для этого вызвали. Да я... Давайте, приготовились. Начали. Начали. Возьми меня прямо сейчас, я вся горю. Что такое, вам плохо? Плохо, плохо. Принесите... Таблетку? Виски. Для храбрости. Какое виски? Вы чего? У нас на площадке не пьют. Приготовились, настроились. Пошел. Пошел. Стоп. Куда пошел? Вы сказали пошел, я домой пошел. Я думал, а ты домой просто выгодишь. Нет. В кадр пошел. В сцену пошел. В актрисе пошел. Покажи мне страсть. Ты ведь хочешь актрису? Да я, если честно, больше жить хочу. Но мы можем начать уже снимать? Это меня жених ждет. А? А? Жених ждет. Не будем заставлять его ждать. Так, приготовились и начали. Начали. Возьми меня прямо сейчас. Я все горю. А? 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 Давайте завтра. Просто поймите, у меня уже настроение упало. И, боюсь, она уже сегодня не поднимется. Так, Стоп. Во-первых, откуда текст опять? Ну, вырвалось, простите. И, во-вторых, что значит настроение упало? Поднимите как-то ваше настроение, я не знаю. Взбодритесь, зарядитесь. Ну? Вы же говорили, вы снимались раньше. Давайте, приготовились. Подождите. Дайте мне оружие. Зачем вам оружие в постели? Для самообороны. Какой самообороны? Ну, мало ли, на меня в постели кто-нибудь нападет. Да никто на вас не нападет во время сцены. Вы уверены? Я режиссер, я знаю сценарий. Вы да, а Вася не знает. Потому что Вася не дублёр. А вы? Да. Дублёр. Всё понятно? Приготовились. И? Стойте, стойте. Мне нужен дублёр. В смысле дублёр? Вы же есть дублёр. Позовите дублёра-дублёра. Да нет такого дублёра-дублёра. Ну, позовите главного актёра. Я ж вам сказал, он сломал ногу. Сам сломал? Или ему кто-то помог? Сам. Ну, вот как раз таки, вчера после съемок Вася подвозил его домой. Так тот выходил из машины и случайно оступился. Ага. Так и было. Так. Так. Всё. Стоп. Всё. Стоп. Меняйте мне актрису. В смысле? Это мне не нравится. Шо? Ой. Вы неправильно поняли. Я имею в виду, она мне очень нравится. Очень. Я её даже хочу. Шо-шо? Нет, 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 нет. Я не хочу. Не хочу. Какой придурок её захочет? Шо-шо-шо? Мамочки. Что вы как маленький? Вы же профессионал. Мы вам гонорар заплатили. Давайте работать уже. Я верну вам деньги. В смысле? Сейчас. Вы знаете, что если вы возвращаете гонорар в день съёмок, то с вас снимают штраф в десятикратном размере. Сколько? А сколько вы думали? Аренда помещения, павильона, камеры, свет. Это всё... Свет. Свет. Давайте выключим свет. И снимем это как в жизни, а? Ну просто, это же интим, а? Давай. Собрался. Давай. Застроился. Как надо. Пошёл с одного дубля. Сделал всё как надо. Я могу. Давай. Я могу. Поехал. Включай. Вася, ну я же тебя просила. Ты же обещал не мешать. Белочка просто птихнул. Молоко, манка, пенал, рюкзак, аттестат, кастинг, апчи. Что вы несёте? Вся жизнь перед глазами пролетела. Так, давайте ещё разочек сначала. Сначала его не было. Сначала сцены. Хотя нет. Давайте лучше с Беллыных слов. Давайте. Беллочка профессионал. Беллочка, покажите как надо. Зажгите тут как надо, так, чтобы аж все захотели. Давайте. Возьми меня прямо сейчас. Я вся горю. Горишь? О-о-о-о-о-о-о-о. Ну вот у актрисы температура. Вызовите скорую подозрение на коронавирус. Какой нафиг коронавирус? Вот такой вирус. Тут стопроцентное поражение. Беллочка, что долго? Батя, ну раз там актёр не может раскрепоститься. Я щас встану, его раскрепостю. Не надо, я сам. Сам, 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 сам. Успокойтесь, успокойтесь. Давайте по-другому сыграем эту сцену. Давайте нежно, душевно, спокойно. Да, приготовились, Беллочка, с вас. И начали. Возьми меня прямо сейчас. Я вся горю. Что вы стоите? Садитесь. Ближе к актрисе, да. Я говорю, ближе. Ближе. Чёрт с вами, раздевайтесь уже. В студии прохладно, я в одежде буду. Ладно, тогда ложитесь рядом с ней. Я посижу. Беритесь уже за грудь. Хорошо. А-а-а. Да не себя за грудь берите. Её за грудь берите. Её? Куда? А можно она меня возьмёт? Берите её за грудь. Понял. Очень наша же, если на небесе, когда садится, и меня за... На дверь сейчас, что-то забудет волю... Да не бубните, просто возьмите за грудь и всё. Эх, была не была. Это что, по-вашему грудь? Ну, не такая мягкая. Но тоже кругленькая. Займитесь уже сексом с ней, я не могу. Сексом? Нет, 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 я не могу. Я не могу сексом. Стоп. Я не могу сексом, не могу. Что же вы зажатый-то такой? Ти-ти-ти-ти. Ну, расслабьтесь, расслабьтесь. Расслабьтесь. Так, настроился, собрался, залез на Беллу, взял за грудь. Приготовились, начали! Понял. Что вы остановились? Он на меня смотрит. И что? Я по глазам вижу, что если я сейчас не остановлюсь, он со мной сделает это же самое. Беллочка, це точно драма про кохання? Бо це ніби в порнусе знімається. Ну, это просто актёра ступор. Брата, да не уже так тяжело? По сценарию встань, Белла, встань. Я покажу. Лег. Лежу. Ляжь біля мене. Возьми мене, я вся горю прямо сечас. Ляжь. Ляжь по голову відкушу. Руку на груди поклади. Не знаю, пожалуйста, пожалуйста. Вставь руку. Алло, куми, привет. Де я? На массаже. Шо? Та я кажу, не треба його вбивати. Просто руки ему повидёрвать. Ой, я вабачаюсь. Я выйду, пять хвилин переговорю. Белочка, я зараз повернусь. Да. Так, 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 так. У нас есть пять минут. Давай, включай камеру. Камерикатоль. Поехали. Начали. Белочка, я зараз повернусь. Шо? Це по сценарию. Я зажди знав, що ти на зйомках мутиш. Чось ти дублёр? Сюда йди. Не їж мене! Не їж мене! Не їж мене! Не їж мене! Я дам! Украинские водители верят, что после смерти директор Укравтодора будет вечно ездить по трассе Кривой Рог-Кировоград. Итак, давайте представим, что будет, если украинским водителям окончательно надо ездить то, что происходит на наших дорогах. Под ваш аплодисменты, пожалуйста. Термінова новина. Сьогодні керівництво Укравтодору через невідомі причини в повному складі не вийшло на роботу. Телефони не відповідають. Місце перебування чиновників невідоме. Ми і далі стежитимемо за розвитком подій. Проснулся? Где я? Ви в секретном гараже. В каком гараже? А в таком гараже, в котором я ремонтирую ходовую пять раз в год после ваших дорог. А где я был? Да тут недалеко, в коме. Інсульт. Не, бейсбол. Хорошая игра. Слушай, ты посиди пока, а мне надо позвонить. Никуда не уходи, хорошо? Молодец. Алло, поліція? Директор Автодора у мене в заложниках. Помогите! Закрой рот. Так вот. А, мої требування? Такі ж, як і у всій України. Сделайте нормальні дороги! Все, жду. Ви террорист? Я? Та ви що? Неужели це із-за мене, мільйонам людей, іскалечили машини? А? Пойміть, там не все так просто. Та я все понимаю. Во-первых, дуже складні кліматичні услови. Да. Вот. Некачественні матеріалі. Да. Неправильне експользування дорог. Да. Можете тебе ноги сломати, а? Нет. Да. Нет, пожалуйста, не надо. Почему? Как ви мене нашли? Да це було несложно. Тільки к тебе йде шестиполосна дорога. С разметкой, знаками, подогревом і даже крышей над дорогой. А ви хто? Я? Я – мечта всех водителей Украины і твій страшний сон. Ви что, мене уб'єте? Ну що ви тако говорите? Ти так легко мене не отмажешся. Я приглашаю тебя в увлекательне путешествие українськими дорогами. І для начала ми поєдем в Крапивницкий. Куда? Кировоград! Нет, 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 пожалуйста, нет. Ну, пожалуйста, можем поехать в Кривой Рог. Нет, только не туда. Ну, можем в Сумы. Один хрен дорог нигде нету. Откуда ви це знаєте? А я дальнобойщик. Бывший. А знаешь, почему я бывший? А угадай, где моя фура? Поломалась? Провалилась. Под лед? Под асфальт! Я очень сочувствую, но если вам надо куда-то ехать, у меня есть вертолёт. Я знаю. У тебя по декларации есть и вертолёт, и самолёт. У тебя всё есть. Только совести у тебя нету. Вот и дорог у нас нету. Что это за провода? Это что, электрический стул? Нет, это круче. Это первый в мире симулятор украинских дорог. И у него даже есть два режима. Первый и... Твою мать! Ну что, какой попробуем? Я так и думал. Поехали! И долго мне так ехать? Ну, ещё километров 470. Ну, так от Юлицкого же мне меньше. Так мы же ещё по Киеву едем. Перед вами проспект Глушкова. Так мы же его недавно отремонтировали. Ай! 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 Ли! Прикинь! Едем дальше. Больно? Да! Это люк. Пожалуйста, не делайте так больше. Вот и мы просим. Не делайте так больше. А вы же нет. Ай! Больно! А это был открытый люк. Тебе ещё повезло, что подушка безопасности не сработала. А нет! Кто поймёт эту технику? Взяла и сработала. Не спать! Здесь же дерево! Ааа! Какое дерево? Откуда? Какое самое главное дерево, которое вы вставляете в открытие люки? Ааа! Ааа! Пожалуйста, мы так больше не будем. Да? Ну ладно. Спасибо. Спасибо. Мы уже приехали. Я поздравляю вас. Вы прошли первый уровень. Это была имитация автомобиля типа джип. А сейчас... Мы пересядем в автомобиль, на котором ездит большая половина Украины. Добро пожаловать в Деулановс! Пожалуйста, не надо. Надо. Я даже дверку за вами закрою. Откуда? Ааа! Ой, простите, не закрылось. Откуда? Черт, ты со второй попытки почему-то... Откуда? Да черт с тобой поедешь с открытой. Можно я хотя бы в туалет сначала схожу? Нельзя! Мы же в пробке стоим. А знаешь, почему пробка? Ремонт дороги. В понедельник. Утром. В час пик. Ну, ведь они тоже работают. В понедельник. Асфальт кладут. Нет. Пока они просто ходят, курят. Анекдоты друг другу рассказывают. Наверное, ждут дождь. Это у них называется подготовительный период. Может продлиться до двух недель. Но мы так долго ждать не можем, поэтому едем дальше. Ой, это что, опять люк? Нет, это стык. Новые дороги и старые. Как тебе? Не очень. По-моему, отлично. Мне так кажется. Едем, едем, едем. Поехали, поехали, поехали. Опа! Шулявский мост обвалился. Когда же мы на трассу-то выйдем уже? Да мы вот уже выезжаем, выезжаем. Вот она трасса. Ну вот видите, нормальная же дорога. Да, автобан. Недолго музычка играла, да. Ну вот опять нормальная дорога, видите же. Ага. А-а-а! Что такое? Это поворот на Кировоград. Предупреждать же надо. Вот и мы просим предупреждать. Ставьте знаки на опасных поворотах, а не венки. Поехали, поехали, поехали. Едем, едем, едем. Едем. Что случилось? Я что, умер? Да нет, просто наступила ночь. Но ночью нужно ехать очень осторожно. Потому что мало ли что там на дороге. Все, что угодно там может быть. Может даже ремонтная техника, без всяких опознавательных знаков. Бывает едешь так, а тут техника. И ты как? Но ведь у машины должны быть фары. Это правда. Но мне кажется, что и вдоль дорог должны быть фонари. Или лучше их сделать под глазами. А, давай! Нет, пожалуйста, вы же видели, там знак ремонт дороги. Да, там есть знак ремонт дороги. Но он в таком месте. Как бы это слово подобрать? Давай я лучше тебе в это место лопату засуну. Нет, 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 помогите! Помогите! Быстро вы меня нашли. Здесь держит директор автодора. Все, я сдаюсь. Спасибо вам. Мы не к вам. Спасибо. За что? За что? Четыре Prius'а угробили! Ну, вы же должны помогать людям. Точно! Точно. А давайте мы вам нашу дубинку оставим. Не надо, у меня своя. Извините, пожалуйста, там еще водители скорой помощи, троллейбусов, пожарных. Ну, все, всем не терпите получить порцию удовольствия. Я всех понимаю, всех примем, всех. Зовите! Отлично. А ты молись. Я атеист. По нашим дорогам оно и видно. По-моему, только в Украине. Каждый второй, нет, каждый водитель мечтает прокатить чиновника автодора на велике без седла. Это тебе от водителей скорых. Здрасте. О, отлично! По-моему, только в Украине стадо коров, проходящее через дорогу, залатывает больше ям, чем Украфтодор. Это тебе от водителей приусов. О, отлично! И, по-моему, только в Украине самая лучшая дорога – это брусчатка, вымощенная еще в 18 веке. Ребята, вы не охренели? Это тебе от всех нас! От водителей Украины! Ребята, по-моему, вы так и не поняли. Вот эта страна изменилась, а вы – нет. Правда, страна? В желто-синей стране, где народ ездит синим, На дорогах стоит в красных робах братва. Руководство ребят миллионы скосило И при этом набивало странные слова. Дороги говно, а нам все равно, Не боимся мы МВД с набу. В дождь и снегопад мы кладем асфальт, Тает он, как снег, каждую весну. На дороге страны снова сборы подняли, На машины опять не снижают акциз. Видимо, пацаны из страны скоро свалят, А иначе чё нам дали? Просто так без виз. А нам все равно, ведь уже давно, Из страны свалил кто хотел и мог. Будем точно мы в Украине жить, Ведь не свалят все, если нет дороги. Нам не все равно, вам не все равно, Верим мы страну желто-синюю. И ждем каждый раз, может, вот сейчас, Именно сейчас нас не вновь. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...